Добрый день, уважаемые коллеги! Хорошо бы из стволовой клетки инвитро, то есть вне организма, вырастить все зрелые клетки, ну во всяком случае тромбоциты с эритроцитами, и именно их и переливать. И доноров не надо, и заданный фенотип можно выбрать. Поговорим об исследовании Рестор. Почему? Потому, что какой-то прошел такой, как бы это сказать-то, ну всплеск информации, чуть не сказал слово шухер, создали ученые искусственную кровь. И причем впервые в истории перелили эритроциты человеку осенью 22-го года, но на самом-то деле уж лет 10, как такие переливания проводят, поэтому все-таки переводить нужно поточнее информацию. Впервые на эту тему начали проводить клиническое исследование лабораторно-выращенных клеток, и речь идет о небольшом очень количестве, но там буквально несколько миллилитров, причем с неизвестным гематокритом. Но вот это проводит английская служба крови за государственные английские деньги. Вот сайт этого исследования, и речь идет именно о мини-дозе эритроцитов, с которых будут сравнивать со стандартными донорскими клетками. И гипотеза такая, что искусственно выращенные тромбоциты дольше будут циркулировать в циркуляции. Ну и сейчас только идет набор материалов исследования, которое вот так вот выглядит. То есть видите, расход реагентов, стимуляторов всяких очень большой питательных сред, ну и похоже, что несколько миллилитров можно вырастить, а вот больше проблематично. Ну а что мы пранглив-то, и нам надо тоже заниматься. Давайте вспомним, как у нас в законе шикарно сформулировано утверждение федеральных программ научных исследований в сфере обращения донорской крови и ее компонентов. То есть этих программ должно быть минимум две, что-то пока ни одной не видал, ну не могут же они секретные быть. Надо как-то шире делиться с общественностями результатами научных исследований и внедрять их в практику. До встречи на других мероприятиях нашей чудесной кафедры. Сейчас она в основном переместилась в виртуальное пространство. Ежемесячно мы проводим вебинары, но на последних уже более тысячи участников одновременно присутствуют. Всегда объявление о следующем вебинаре можно найти на нашем сайте transfusion.ru. Вот под эту, если гиперссылку зайти, там будет ссылочка на переход уже на сайт вебинара, где нужно просто нажать вот эту красную кнопочку и зарегистрироваться. Врачи, переливающие кровь, теперь у нас еще и по приказу 1134N обязаны проходить обучение. Не только врачи, но и медицинские сестры. Добро пожаловать, самый короткий цикл у нас 18 часов. Те, кто группу крови определяет, теперь по приказу 464N также должны иметь документ именно о той области лабораторной диагностики, которой вы занимаетесь. Поэтому, кто группу крови определяет, добро пожаловать на цикл клиническая иммуногематология. Медицинские сестры теперь и по стандарту профессиональному и по приказу 1134N делают все с переливанием крови, кроме учета проб на совместимость. Здесь, кстати говоря, лучше вместе учитывать. У нас этот цикл идет уже достаточно давно. Добро пожаловать. Ну и для тех, кто играет в баллы НМО, легко найти на известном всем сайте, по ключевому слову Пирогова, наши образовательные циклы. Многие из них, ну я посмотрел, вот гемостаз для врачей 44 специальностей, в том числе и в гемостазе, и в гемотрансмиссивных инфекциях. Один раз учитесь, получаете зачет и по организации здравоохранения, и по трансфузиологии. Знакомый всем портал, по ключевому слову гемостаз легко находится этот цикл. Пожалуйста, 44 врачебных специальности. Даже и неврологи с отоларингологами, которым кровь вроде как по приказу 1170N переливать нельзя, но назначать-то можно. Гемостаз всех объединяет. Здесь всегда расписание. На сайте transfusion.ru читаем правильные книги, не только в магазине живьем, но и почтой можно их получить. Все удобные формы здесь для вас на сайте. Будем рады вашему участию в наших традиционных двух конференциях в декабре в Пироговском центре, в мае на юге России. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова